Иные биографии, всего несколько суховатых строчек, и лишь некоторые такие жизнеописания за каждой фразой скрывают историю побед и поражений, мотивы поступков, достойных настоящего человека. 20 февраля гимназисты стоя приветствовали Шаварша Карапетяна, 11-кратного рекордсмена мира, 17-кратного чемпиона мира, 13-кратного чемпиона Европы. В 2007 году был создан благотворительный фонд, тоже Карапетян. Шаварш Карапетян 6 октября 2013 года, как вы могли уже видеть в презентации, был удостоен чести в первой пятерке принимать участие в эстафете Олимпийского огня «Сочи-2014». Человек, знаменитый своими спортивными победами и рекордами в подводном плавании, не менее известен после нескольких чрезвычайных ситуаций. Он стал участником спасения людей на пожаре в спортивно-концертном комплексе в Ереване, отвел в сторону от ущелья оставшийся без водителя автобус, который покатился с горы. 16 сентября 1976 года Шаварш Карапетян совершал пробежку вместе с братом и тренером. Время и место – два ключевых элемента в этой истории. Они оказались именно там, где в Ереванское озеро упал переполненный пассажирами троллейбус. Дальше уже думал, как это все сделать быстро, потому что определенное время дана человеку, допустим, под водой прожить до пяти минут. А дальше уже хорошо, что в троллейбусе, в задней части, образовалась колба, пространство, где был воздух, и некоторые люди привытились и начали там дышать. О чем думали, когда прыгали в воду, задал вопрос гимназист. Некогда было думать, отвечал Шаварш Владимирович. Нырнуть, вытащить, передать брату. Глубина более 10 метров, холодная вода и почти нулевая видимость. Я же рядом был, то есть на мои глаза троллейбус упал воду, и я был рекордсменом мира с такими спортивными почестями. И, наверное, единственный человек, который мог бы это сделать в данный момент так. Потому что, ну, кто бы сделал бы это, если бы не я. Вы представляете, да? Рекордсмен мира по подходным плавам. Стоит на берегу и смотрит, как все думают. И никаких участий. Пять вдохов-выдохов между погружениями. Снова нырок и так больше 40 раз. Врачам потом удалось спасти 20 человек. В какой-то момент он сделал один выдох. Не успел отойти от прошлого погружения и вытащил на поверхность подушку от сидения. Эту упущенную возможность спасти жизнь герой вспоминает и сейчас. И до сих пор угрызение совести, вы точно заметили, до сих пор я этот мгновение и момент помню. Спасение людей Шаварш Владимирович не считает героическим поступком. Я должен был это сделать, говорит он. Озеро, упавший троллейбус и оказавшийся рядом человек, единственный, кто смог бы помочь. После такого даже скептик может поверить в судьбу и ее знаки. Но Шаварш Карапетян даже это трактует по-своему. По жизни никаких знаков нет. Это есть подготовленность человека к жизни. Как человек принимает эту жизнь, эту атмосферу и как он живет. Я был очень активный и в ситуации реагировал до большого спорта на все. И, наверное, это сыграло той роли, которую я в экстремальной ситуации уже знал, что должен сделать. Случайность ли то, что именно он оказался тогда, именно в месте падения троллейбуса? Сказать сложно, но бесспорно одно – мужества случайным не бывает. Ты сам готовишь свою судьбу, считает Шаварш Владимирович. Если ты читать не умеешь судьбой, прочтешь что-нибудь? Не прочтешь. Поэтому ты должен читать уметь, чтобы прочесть судьбу. Об этом или почти об этом рассказывал герой на встрече с гимназистами. Речь шла о готовности к любой ситуации, которыми богата жизнь. Есть некоторые примеры, которые будут явно помогать детям в своей жизни ориентироваться. Потому что есть всякие ситуации по жизни. И никогда, чтобы они не опустили руки, не горевали от неудач. И чтобы они снова себя стрешили все то, что было, и начать все сначала. Гимназисты устроили для Шаварша Владимировича большую пресс-конференцию. Он рассказывал о жизни, семье, мечте стать летчиком, решениях отца отдать его в гимнастику, а затем в плавание, гордости матери, когда на пьедестале оказались сразу три ее сына, о тренере и уже своих детях. Но все же основная часть вопросов так или иначе касалась экстремальных событий в судьбе Шаварша Владимировича. Заезжаю я в гараж. Так просто началась еще одна история, малоизвестная широкой публике. Двери открываю, и вдруг женщина, рядом стоящего здания, бегом, говорит, ребенок в дыхательных путях остался через нос, засунул пуговицу и застрял в дыхательных путях. Я снова сажусь за ром, не закрывая гараж, и в первую попавшую больницу, в самую близкую. Ребенок задыхался, но врачи сказали, что его нужно везти в детскую больницу, а Шаварш Карапетян приехал во взрослую. Ребенок был двухгодовалый, вот так, даже меньше. И как, там по спине, значит, вискакивает эта пуговица, и ребенок дохнул. Перед врачами, перед родителями, перед, то есть, единственный вариант решения вопроса. Как вести себя, если человеку рядом стало плохо? Как оценить опасность для жизни и опасность от своих неправильных действий? Как взять ответственность на себя и как выбрать верное решение? Об этом герой говорил и при ответе на еще один вопрос. Какими, по вашему мнению, качествами должен обладать, ну вот сейчас, современный, настоящий мужчина? Всеми качествами. Основные качества – это мозги. Чтобы все ваши, значит, шаги были обдуманы. Необдуманный шаг сегодняшним днем мужчина не имеет права делать. Сейчас Шаварш Владимирович руководит спортивно-оздоровительным центром в Красногорске. Говорит, удивлен тому, что в регионах детям уделяют внимание намного больше, чем в столице. Видимо, поэтому и дети уделяют больше внимания тому, что по-настоящему важно. Даже здесь вопросы не хотели заканчиваться, а ребята не хотели отпускать героя. Диана Лоренова, Андрей Михайлин, ТВС Пущино.